Пару лет назад мир всколыхнуло заявление ВОЗ о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Как же так? Ведь столько лет даже врачи говорили о том, что рюмка коньяка или бокал красного вина пойдут на пользу здоровью. Мы решили разобраться в этом вопросе и развеять мифы вокруг популярных алкогольных напитков. Вы на канале Дано. И в этом видео мы ответим на самые каверзные вопросы об алкоголе и вычислим, какие дозы считаются безопасными, а какие могут нанести серьезный вред здоровью. Для алкоголя в нашем теле нет никаких препятствий. Молекула этанола растворяется и в воде, и в жирах, легко преодолевает гематоэнцефалический барьер, проникая и в кровь, и в мозг. Нельзя сказать, что алкоголь – чужеродное нам вещество. В нашем организме во время распада глюкозы образуется до 0,01% алкоголя, даже при условии, что мы никогда не пьем. Поэтому у нас есть ферменты, которые помогают расщепить молекулы этанола, когда мы употребляем алкогольные напитки. Но что представляет из себя алкоголь извне для нашего организма? Об этом нам расскажет доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. В истории человечества алкоголь играет достаточно значимую роль и является очень распространенным психоактивным препаратом, по сути дела разрешенным наркотиком. И во многих социумах алкоголь продается, если не свободно, то почти свободно. Хотя алкоголь – это не медиатор, тем не менее он очень мощно влияет на работу всех нервных клеток. И сейчас мы знаем, что, во-первых, он встраивается в мембрану нейронов и изменяет функционирование многих рецепторов и ионных каналов. Ну и, во-вторых, он способен напрямую воздействовать на некоторые рецепторы, например, на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, то есть нашего главного тормозного медиатора. Основа любого алкоголя – этанол. Это нейротоксин, который, поступая извне, оказывает на организм пагубное действие. И никакого другого. Здесь нет противопоставления. Никакого позитивного воздействия алкоголь на организм не оказывает. ВОЗ установила, что употребление алкоголя вызывает более 200 видов нарушения здоровья. Более того, он является причиной шести видов рака – рака молочной железы, ротовой полости, гортани, пищевода, печени и прямой кишки. Но самое страшное происходит с мозгом и нервной системой. И далеко не только у людей с тяжелой формой алкогольной зависимости, но и у всех поклонников горячительных напитков. Потому что на самом деле С2H5OH вовсе не безобидная молекула в больших дозах. Когда она распадается, возникает целый ряд неприятных токсичных веществ. И вот эти вещества повреждают весь организм и в том числе нервные клетки как самую чувствительную систему нашего тела. То несмотря на то, что алкоголь очень доступен, это опасный наркотикоподобный препарат, который может сломать и жизнь вашу, и жизнь ваших близких. Более 5% случаев смертей по всему миру ежегодно происходят в результате употребления алкоголя. Среди людей молодого возраста 20-40 лет 13,5% смертей связаны с алкоголем. После всего сказанного самое время поговорить о безопасной дозе алкоголя. Итак, в результате многолетних исследований различными научными сообществами была выявлена единственная безопасная и даже полезная доза алкоголя. Она составляет 0 мл. То есть только полное отсутствие алкоголя может гарантировать вам нулевые риски для здоровья. Но не торопитесь закрывать видео, сейчас мы расскажем о количестве алкоголя, которое нанесет организму наименьший вред. Спойлер, оно весьма скромное. Для женщин это около литра вина или пива в месяц. Для мужчин – полтора-два литра вина или пива в месяц. Выпитые не за один раз. Будет ли это количество безвредным? Нет. Будет ли оно хоть сколько-нибудь полезным? Нет. Но если вы не в состоянии отказаться от алкоголя вовсе, ограничьтесь минимальными дозами, например, бокалом вина или банкой пива в выходной. Но если вы можете отказаться от алкоголя вовсе, сделайте это. Наш общественный мозг должен наконец осознать, что разрушение и потеря генетического уровня нации есть величайшие преступления не только перед живущими поколениями, но и перед будущими. Глубина деградации может быть столь велика, что генофонд нельзя будет спасти. Нужно раз и навсегда отказаться от иллюзии безвредной дозы спиртного. Для наркотиков нет таких доз. Еще один важный вопрос, ответ на который не так очевиден, как кажется. Как определить алкогольную зависимость? Большинство людей представляют ее только в крайней форме. Неопрятный внешний вид, синюшная кожа, трясущиеся руки и многодневные запои. Однако это уже запущенная стадия алкоголизма. Есть несколько тревожных сигналов, которые говорят о том, что у человека развивается алкогольная зависимость. Первый – это привычка выпивать на выходных. Данная форма зависимости получила название «алкоголизм выходного дня». Человек всю неделю работает, ведет трезвый образ жизни, но неизменно выпивает на выходных. Что может быть лучше, чем отдых в баре с друзьями или алкогольные вечеринки? Как еще можно расслабиться после трудовой рабочей недели? «Я не алкоголик, я просто люблю повеселиться». Такие формулировки вы чаще всего услышите от человека, у которого уже формируется зависимость. И речь идет не о бокале вина за ужином в пятницу, а о больших дозах алкоголя, после которых человек теряет чувство контроля, трезвость мысли и просыпается сильным похмельем. Второй тревожный сигнал – употребление алкоголя в одиночестве. Стакан виски перед сном от бессонницы, бутылка пива под сериал, бокал вина после работы. Человек не замечает, что алкоголь прочно входит в его жизнь и становится атрибутом приема пищи, сна и расслабления. И когда обращает на это внимание, зачастую без помощи врачей уже не обойтись. Третий тревожный сигнал неочевидного алкоголизма – оправдание употребления алкоголя благими намерениями. «Ну какой праздник, какое веселье без алкоголя? Рюмка водки для аппетита – это же только на пользу. Я пью только, чтобы поднять себе настроение, у меня такая стрессовая работа. Врачи говорят, что бокал вина в день даже полезен». И так далее. В любом из случаев, когда человек не может представить свою жизнь без употребления алкоголя, стоит задуматься о причинах этого убеждения. На сайте ВОЗ можно найти тест «Аудит» на определение уровня зависимости от алкоголя. Ссылку на тест мы оставим в описании под роликом. А теперь мы разберем топ-5 популярных мифов об алкоголе. Миф номер один. Пиво – это напиток настоящих мужчин. Возможно, если не учитывать то, что в больших количествах оно угнетает выработку мужского гормона тестостерона, а фитоэстрогена в его составе способствует гормональной перестройке организма. У любителей пива увеличивается жировая прослойка в области живота, бедер и груди. Это набор веса по женскому типу. Ну и, кроме того, пиво укорачивает путь к ожирению, ведь оно усиливает аппетит, заставляя человека съедать больше, чем ему на самом деле нужно. Миф номер два. Бокал вина вечером за ужином – это полезно для мозга и сосудов. У алкоголиков вообще самые чистые сосуды. Этот миф долгое время был популярен даже у врачей. Гипертоникам назначали немного красного вина для расширения сосудов и снижения давления, а любители выпить апеллировали в любом споре чистыми сосудами. Однако проведенные исследования показали обратный результат – лишь небольшие дозы алкоголя уменьшали количество сосудистых бляшек. А вот сосуды любителей выпить выглядели плачевно. Они были покрыты холестериновыми отложениями настолько сильно, что просвет сужался до минимума. Вот почему поклонники спиртного нередко умирают от инсультов, инфарктов и других болезней сердца и сосудов. В образовании мифа о пользе вина можно обвинить полезное вещество, обнаруженное в виноградной кожуре – ресвератрол. Но иллюзию снова разрушили исследования, продемонстрировавшие отсутствие положительного влияния ресвератрола, содержащегося в вине, на организм. Если быть точнее, то положительное влияние было настолько несущественным, что никак не могло соревноваться с негативными последствиями влияния этанола. Миф номер три. Алкоголь – лучший способ расслабиться, раскрепоститься и отдохнуть. Это один из критериев развития алкогольной зависимости. Если вы не видите для себя альтернативных способов получения удовольствия, если без алкоголя вы не можете расслабиться или уснуть, то самое время обратиться к психиатру-наркологу за помощью. У нас в стране, к сожалению, дети с малых лет видят, что алкоголь – это атрибут праздников и веселья у взрослых. Таким образом формируется система убеждений, которая в будущем ведет человека по этому пути. Миф номер четыре. Только контрафакт опасен для здоровья, а дорогой качественный алкоголь вреда не нанесет. Вне зависимости от того, за какие деньги и где вы купили алкоголь, его главное действующее вещество не меняется. Этанол остается этанолом в любом случае. Безусловно, при покупке контрафакта повышается риск отравлений и других заболеваний. Но не стоит тешить себя надеждой, что дорогой кубинский ром пойдет на пользу, а дешевый причинит вред. Вреден для организма любой алкоголь. Проработав почти 20 лет и каждый день, фактически, сталкиваясь с мертвыми людьми, я могу однозначно совершенно сказать, что алкоголь для организма является ядом. И принципиальная разница, что вы пьете, сколько вы пьете, как часто вы пьете, не имеет принципиальной разницы, нет совершенно. В любом случае, сколько бы вы не приняли и какого качества напиток вы бы не выпили, он будет оказывать негативное влияние на ваш организм. Понятно, что вы сразу это не заметите, но поверьте мне, когда вы это заметите, может быть, уже поздно. Миф номер пять. При простуде нужно выпить водки или коньяка. Спирт ведь убивает вирусы. Да, спирт высокой концентрации убивает вирусы, но только на коже и поверхностях предметов. При попадании внутрь он не оказывает никакого эффекта в борьбе с микробами. Даже наоборот, употребление алкоголя во время болезни подавляет иммунитет и снижает устойчивость организма к вирусам. Мало того, что телу приходится справляться с опасными микроорганизмами, так ему еще приходится тратить силы на выведение токсичных продуктов распада этанола. Стоит сто раз подумать, прежде чем лечить ОРВИ алкоголем. А какие мифы об алкоголе слышали вы? И как вы сами относитесь к горячительным напиткам? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Мы призываем вас не забывать, что алкоголь – это наркотик. Легализованный наркотик, стоящий в магазине рядом с продуктами питания. Мы можем как угодно обманывать себя, веря в сказки про пользу вина или домашней настойки. Но мы не можем просто отбросить сотни исследований, ни одно из которых не сообщает о пользе употребления алкогольных напитков. Выбор всегда остается за вами. А мы, как обычно, уже готовим для вас новый сюжет. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!